Здравствуйте! С 1919 года официально и, к счастью, неформально существовала Одесская киностудия художественных фильмов. Свыше 700 названий значатся в каталогах лент, выпущенных за эти годы. Более известная и менее известная, но в каждый период, в каждую эпоху, в каждый отрезок истории, конечно же, были свои бестселлеры, свои шедевры, лучшие из картин этого периода. Иногда в какой-то период их было больше, иногда меньше, все по-разному. И тем не менее, о шедеврах, о бестселлерах эпохи сегодня мы с вами поговорим. И начнем, ну с чего? О «Вере Холодной» мы уже говорили достаточно много, тем более, что это история до киностудии. А непосредственно история Одесской студии, мне кажется, реально преподнесла в качестве первой ярчайшей фигуры и крупнейшего фильма, значительного, преподнесла нам Амвросия Максимилиановича Бучму и картину «Ночной извозчик». В 1928 году эта картина, ну я не скажу сегодняшним языком, что она была бестселлером эпохи, тогда еще не было этих слов, но картина вызвала огромный интерес, и Амвросий Бучма, один из патриархов, один из корифеев впоследствии и украинского, и всего советского театрального и киноискусства, народный артист Советского Союза впоследствии, Амвросий Бучма, именно в Одессе, именно на Одесской киностудии, заявил себя, как действительно выдающегося мастера экрана. С ним были фильмы и Тарас Шевченко, и Тарас Трясила, и «Два дня», и «Ночной извозчик», кстати, вместе с ним здесь же снимался впоследствии народный артист Советского Союза Юрий Шумский, вот «Ночной извозчик», мне кажется, на тот момент прозвучал громче. Буквально пару слов об Учме. Согласитесь, не часто бывает так, чтобы на киностудии стоял памятник актеру, на Одесской студии стоит памятник Амвросию Бучме. Он снимался у Сергея Михайловича Эйзенштейна в «Бессмертном Иване Грозном». Он играл Алексея Басманова, одна из наиболее серьезных, крупных и значимых ролей. Зрителям Бучма, может быть, больше всего запомнился по легендарному детективу 1947 года, детективу Бориса Барнета, подвиг разведчика. Помните, у вас продается славянский шкаф, шкаф продан, могу предложить никелированную кровать с тумбочкой. И вот этого самого агронома Лещука, который был партизанами, сражался с фашистами, с тумбочкой, вот это и был действительно великий актер Амвросий Бучма. А с чего начинал мэтр, с чего начинал патриархи Корифей, впоследствии переехавший в Киев и ставший действительно столпом национального искусства, вот с чего он начинал, мы с вами сегодня увидим. Фрагмент картины естественно немого фильма, 1928 год, режиссер Тасин, фильм «Ночной извозчик». Фрагмент картины, фильм «Ночной извозчик». Фрагмент картины, фильм «Ночной извозчик». Фрагмент картины, фильм «Ночной извозчик». Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Вышел фильм Александра Файнциммера, созданный на одесской киностудии, фильм «Танкер Дербент». Так получилось, что в этой картине оказалось сконцентрировано все то, что было характерно для кинематографа того периода. И поэтому картина стала безумно популярна. Картина пользовалась огромным спросом. Картину смотрели по много раз. Хотя сегодня, конечно, мы это все воспринимаем иначе. Сегодня тема стахановского движения вызывает у нас ироническую улыбку. И слава богу, что вызывает такую улыбку. Просто меняются времена, меняются нравы, меняются взгляды. Но насколько искренне, насколько истово все было тогда, показал все-таки фильм «Танкер Дербент». Режиссер Александр Файнциммер, кстати сказать, чтобы чуть-чуть представить его, памятен нашим зрителям картиной сравнительно недавней. Картиной уже позднейшего времени, скажем так, помните такой фильм «Трактир на Пятницкой», который открыл нам удивительного Пашку Америку актера Александра Галибина. Вот это делал Александр Файнциммер. Это одна из его поздних работ. Сын Файнциммера Леонид Квинихидзе, режиссер, который поставил и «Небесные ласточки», и «Мелодии Верийского квартала». Некоторое время он работал в Одесском театре музыкальной комедии. Слава Богу, сын Файнциммера Леонид Квинихидзе тоже пошел по стопам отца и достиг в этом немалых успехов. Но мы-то сегодня говорим о том, как, из чего все начиналось. А начиналась, слава Файнциммера, с «Танкера Дербент», 1941 год. И как оно было на экране, давайте посмотрим вместе. Вот сейчас. Сколько времени мы не виделись с ним, а он не давал о себе знать. Он выкинул меня из головы. А мне так не хватает его короны. Мужик, тебе нужно с ним поговорить, все объяснить. Танцуй. Танцуй! Иди там, стой. Давай. Идем. Уся! Тарумов, уйдем отсюда. Он подумает, что я ищу его. Я так боюсь и ничего не могу с собой сделать. Тарумов. Уся! Я был уверен, что я тебе здесь встречу. Знаешь, десять дней тому назад, когда я приходил домой... Но ты же оставил записку? Я взял белье. Пасок. А записка была глупая. Но мне белье было действительно нужно. Ты знаешь, Мосинка, я понял, что люди часто ссорятся из-за простой недоговоренности. А вот я особенно часто бываю несправедлив к людям. Попубликусь какой-нибудь идеей и абсолютно перестаю обращать внимание на людей. А они от этого страдают. Ну, а как ты живешь? Ничего. Хорошо. Ты знаешь, я, пожалуй, даже счастлив. Сейчас. Сейчас. Ну что ж, я очень рада за тебя. Это было перед войной, а потом война, а потом послевоенный период. И, как не раз мы говорили, золотой век, золотая эпоха одесской киностудии — это 70-е годы, весь период 70-х годов. Напоминаю, только в этот период вышли и «Место встречи изменить нельзя», и «Д'Артаньян», и «Три мушкетера», и близко, очень близко по времени и «Военно-полевой роман», и «Цыган». Множество великолепных картин. Но, если вот так прикинуть, самая популярная, самая знаменитая, самая легендарная одесская киноработа того времени, «Вероятно, все-таки место встречи изменить нельзя». И дело не только в том, что едва ли не каждый эпизод и каждая фраза этой картины стали афористичными и хрестоматийными. И дело, наверное, не только в том, что когда этот фильм выходил на экран, то в самом деле это не шутка, это не анекдот, это реальная милицейская хроника. На улицах в городах Советского Союза резко падала преступность, потому что все смотрели кино. И дело не только в том, что уже ко всему привыкшие и уставшие руководители центрального телевидения, которые обычно, принимая новые фильмы в Москве, отсматривали по одной серии в день, чтобы себя не утомлять. Так вот, когда сдавали эру милосердия, или «Место встречи изменить нельзя», они залпом, сходу, в один присест отсмотрели все пять серий. Почему? Да потому что Говорухину, вероятно, удалось самое главное. Ему удалось попасть в точку своей картины и по времени, и по тому, как она сделана безукоризненно, идеально. Точь в точь по законам жанра, с феноменальными актерами, с очень хорошим, честно говоря, изначальным материалом для картины, и талантливо воплощенной и актерами, и режиссером Говорухиным, и оператором Бурлакой, да практически всеми, кто работал на этом фильме. И если мы говорим о бестселлерах эпохи и касаемся периода золотого века Одесской киностудии, то, вы знаете, как ни странно, мне бы хотелось показать вам не фрагмент картины «Место встречи изменить нельзя», а калаш из этой картины, вот такой киношный бобслейчик, просто пробежаться по тем эпизодам, которыми наверняка, как самыми яркими, запомнился нам этот фильм. Станислав Говорухин «Место встречи изменить нельзя». Облигация или облигация? Облигация. Че? Только копченый макрушничать не станет. Не такое у него воспитание. Партнера хорошего ищу. А вы бы мне свистнули, я бы сам к вам пришел. Тебе, пожалуй, да свистнишься. Вы бы сняли пирсачок, гражданин начальничок. Кошелек у гражданки украл. Коселек, кошелек, какой кошелек? Коселек! Я не курю, что знает. А в камере пригодится. Ну, тогда бери еще. Спасибо, не надо. Возьми, возьми, Кость. Чего ты? Вор должен сидеть в тюрьме, верно? Она правду говорит. Будь ты проклят, гад. Ты всех нас и тех, которые умерли, но пули бандитской не испугались. Всех! Всех нас продал. Из-за тебя бандиты будут думать, что они муровца могут напугать. Ну-с! Дорогие граждане уголовнички, приступим к делу. Прежде всего, это касается вас, дорогая гражданочка Волокушина, или как вас там по-настоящему, не знаю. Но сегодня, граждане, случилась у вас промашка ужасная. И дело даже не в том, что мы вас заловили. А сегодня что? Постный день? О чем я толкую? Указ 7-8. Шьешь, начальник. Я шью? Да при чем здесь я? Был такой китайский мудрец Конфуций, так вот он говорил, очень трудно искать в темной комнате черную кошку. Особенно, если там ее нет. Грузья, будет сидеть! Я сказал. Значит так, братцы кролики, деньги казенные, не вздумайте там шиковать на них. Поселок, Ваня, а ну держи меня! Как держать? Нежно! Запомни, Шарапов, наказаний без вины не бывает. Ему надо было просто вовремя со своими женщинами разбираться и пистолеты не разбрасывать, где попало. Ясно? Так что наказаний без вины не бывает. Шарапов. Уходят, уходят! Хлеб, Егорыч, ведь уйду! Хлеб, Егорыч, тут есть телефон, может сообщить постам? Сообщи, сообщи, Ваня. Ну что ты стоишь, Хлеб? Надо что-то думать! Ведь они убьют его! А ну, в машину, быстро! Да я так могу! А что же сыграть-то? Мурку! Место. Место и время операции изменить нельзя. Давайте-ка с вами перенесемся в самый-самый-самый конец советской власти. Советского периода. 1991 год. Уже многое меняется. Уже на студии, которая рассчитана, в общем-то, на 5-6 фильмов в год, а делала уже до 20 картин в год. Вот в этот период Одесская киностудия делает уже 50 фильмов в год. Не так много среди них замечательных. И тем не менее, есть что вспомнить. Но мы сейчас коснемся другой картины, которая произвела сумасшедший фурор и не случайно. 91-й год. Июль месяц, конец июля. В Москве, в Госкино СССР, режиссер, замечательный комедиограф, заслуженный деятель искусств Александр Павловский сдает свою новую картину, которая называется «И черт с нами». Павловскому говорят «Александр Ильич, вы что? Что с вами произошло? У вас фильм о государственном перевороте в Советском Союзе? Что за чушь? Какой переворот может быть в Советском Союзе? Возвращение Сталина? О каком Сталине речь? Это какая-то не наша фантасмагория. Это достойно внимания психиатров. Действительно так говорят Павловскому. Это июль, конец июля 91-го года. 19 августа 91-го года в Москве приходит, слава богу, ненадолго, приходит к власти хунта ГКЧП, происходит государственный переворот. И в этот день, 19 августа, одесскому режиссеру Александру Павловскому наперебой предлагают политическое убежище множество посольств западных стран, аккредитованных в Москве. А картина Павловского и черт с нами как раз идет в кинозалах всех этих посольств. Потому что более актуально, более злободневно и более точно откликнуться на самые животрепещущие события времени было невозможно. Проходит еще несколько дней. Хунта приказывает, как говорится, долго жить. Государственный переворот, путь. К счастью, подавлен. 27 августа в Одессе, как всегда, отмечают День кино. И что вы думаете? Конечно же, мы показываем фильм «И черт с нами» Александра Павловского. И видели бы вы, сколько в зале было людей, которые истошно вопили. «Как жаль, что не вернулся Сталин и впрямь на вашу голову». Павловскому стало малость не по себе. Но тем не менее, слава Богу, прошло время. И постепенно все-таки стали меняться взгляды. И сегодня мы воспринимаем картину Павловского, может быть, точно так же, как воспринимали в тот самый переломный момент, как предостережение и как намек. Тот самый намек, вот я сейчас повторю, как ни странно, Юлиуса Фучика. Люди, будьте бдительны. «Черт с нами» может оказаться в любую секунду. Давайте посмотрим фрагмент. «Он что, выпил, что ли?» «Конечно, что, был отравлен?» «Так плохо с вами, Юлия Сергеевич!» «Вы куда?» «Скорого!» «Нерады!» «Нерады никакой скорости!» «Врачи дети не умеют, только кредиты не умеют!» «Вы дайте ему вооружение, сам приведите себя!» «Потерпи, Рекс, потерпи!» «Сейчас выведу, сейчас маленький!» «Не надо, я сам выведу!» «Да неудобно, что вы!» «Ничего, утренние прогулки мне только на пользу!» «Пойдем, Рекс!» «Юстер Иванович, там у зеркала очки темные!» «Наденьте их, на всякий случай!» «Ну что ж, в семнадцатом году Ленин тоже был вымужден конспирировать!» «А я только первый ученик Ленина!» «А мне только что товарищ Сталин явился!» «Ну в вашем возрасте это бывает!» «Ну давайте еще, еще давайте потихонечку!» «Разное время, разные картины, разные эпохи, но не так давно на официальном сайте Одесского отделения Союза кинематографистов было проведено анкетирование. Анкетирование с целью определить лучший фильм в истории Одесской киностудии». За все время, с девятнадцатого года, называли разные картины. Там были и «Д'Артаньян», и «Три мушкетера». Там был и «Арсенал Довженковский», там было «Место встречи изменить нельзя», там был «Приморский бульвар», называли «Настройщика» Кирой Муратовой, называли «В поисках капитана Гранта» того же Станислава Говорухина. И тем не менее, знаете, вот когда-то об Эйзенштейновском броненосце Потемкин было справедливо сказано «Фильм всех времен и народов». Так вот, был определен фильм «Всех времен» Одесской киностудии. Это картина, о которой мы говорили не раз. Это картина, которая стала ласточкой, свежим ветром, явлением не только в одесском кино, но и во всем нашем отечественном искусстве. Это картина нынешнего классика, патриарха, мэтра, блистательного мастера Марлена Мартынча Хуциева и его соратника Феликса Ефимовича Миронера. Это картина «Весна на Заречной улице». Действительно, фильм всех времен. У меня такая точка зрения, к счастью, выяснилось, что не только у меня она совпала с итоговыми результатами вот этого анкетирования на сайте Национального союза кинематографистов. И говоря об одесском кино, и говоря о шедеврах одесского кино, разных лет, я думаю, совершенно справедливо и закономерно было бы вновь вспомнить вот ту самую легендарную, фантастическую, изумительную «Весну на Заречной улице». Ею мне бы и хотелось завершить наш сегодняшний разговор. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова